всем привет дорогие друзья жарко очень жарко и душно сейчас 4 часа дня самое жаркое время ну а сегодня я решила снять видео о том как проходит наш день и сегодня пятница и конечно же пятницы не обходится лес посещение рынка поэтому все что смогу сниму покажу как проходит наш день ну а вы если не подписаны наш канал обязательно из чего же начинается наш день с того что мы приезжаем на мопеде к нашему офису сегодня здесь очень много мопедов потому что пятница все паркуются ну и айхан паркуется вот здесь прячет прячет шлем в мопед и дальше куда айхан и дальше сандра на регидации и после того как айхан припарковался я поднимаюсь наверх в офис айхан идет пить чай и потом в офис мне приносит всякие плюшки и обязательно я пью с утра свежевыжатый сок ну а я сейчас поднимаюсь к себе в офис и начинаю вот здесь около нашего офиса стоят вот такие столики где айхан встречается утром со своими друзьями где делают чай вот так вот выглядит чайная айхан здесь продают айран и чай айхан айхан санхар гюн кач бардак чай чёрсон он 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 ищи шекерлими в декое айхан да доゴly Я был в Алькак комшу. Вы знаете, как вы делаете? Что делать вам? Он, работник. Ватан партии, и он, ватан партии. Он, ватан партии, генерал секретар. Далее я поднимаюсь на наш этаж, открываю наш офис и захожу к нам в офис и уже в скором времени приступлю к работе. Вот так вот выглядит мой рабочий стол, альхан мне уже принес сок, я открыла компьютер. Я не люблю, чтобы на рабочем столе было много всего и обычно даже для меня вот это вот много всего здесь наложено, на самом деле я люблю, чтобы было совершенно пусто и на каждый день вечером я оставляю записки, что мне нужно обязательно делать с утра, поэтому приходя на работу каждый день я уже знаю, чем я буду заниматься. Ну и чем же я буду заниматься сегодня? Каждый мой рабочий день начинается со стаканчиков свежего выжатого сока и сегодня у меня по списку несколько проектов, которые мне нужно закончить. Это несколько брошюр различных компаний и гостиниц. Например, вот такого вот плана брошюры мы печатаем. В общем, различный дизайн, который мне нужно закончить, поэтому я сейчас приступаю к работе и встретимся мы с вами уже тогда, когда я пойду на обед. Поэтому вот видите здесь у меня лежат всякие разные варианты визиток, которые мы печатаем. В общем, некоторые, кстати, из вас были у нас в офисе, поэтому кто еще не был, приходите, буду рада со всеми познакомиться. Ну а сейчас время работать и встретимся сейчас с вами, когда мы уже пойдем на обед. Ну а сейчас мы опять встретились с Сайханом около нашего офиса. У меня немного заболела голова, поэтому мы пойдем в магазин Green Body и от головной боли я спасаюсь розовой водой. Ну а потом пойдем кушать, да? Сайхан проголодался. Пойдем на обед. Вот он наш любимый магазин Green Body со всеми разными полезными штучками. Будем надеяться, что здесь кто-то есть и меня спасут от головной боли. Много всяких полотенчиков, мыла. Сейчас спросим, что же они нам дадут от головной боли. К сожалению, Джумалибы здесь нет, который знает все обо всем. Ну а сейчас я вам покажу, как он меня учил справляться с головной болью. Сейчас здесь его сын, и он также сказал, что при такой жаре в день нужно пить минимум 3 литра воды. Пойдемте, я вам покажу, что помогает от головной боли. И, кстати, вот эти вот все масла для лица, для тела и так далее, Джумалибей делает сам. Это уникальная вещь. Мы, кстати, ими тоже пользуемся. Айхан, без декора, наверное, раздай имя? Ну, в основном мы пользуемся только его маслами, только его тониками и только мылом, которые он сам производит. Вот это вот розовая вода, натуральная, которая помогает от головной боли. Кстати, стоит розовая вода очень дешево. Стоит 100 миллилитров всего 15 литров. Вот такая вот баночка стоит всего 15 литров. И каким образом мы избавляемся от головной боли. Берем вот такие вот ватные диски. Брызгаем много-много розовой воды. Прям смачиваем. У меня дома вот такая вот большая банка, поэтому я прям с горлышко смачиваю. Видов розовой воды очень много, но эта вода самая натуральная. Здесь нет никаких примасей. Ее даже можно пить. В общем, Джумалибей показывает, как ее можно пить. Мы ее смачиваем. И самое главное, когда эта розовая вода у вас дома, храните ее в холодильнике. Мы ее ватные диски смачиваем. Вот так вот накладываем. И через 10-15 минут головная боль пройдет. Нужно подождать. Особенно лучше был бы эффект, если бы она была холодная. Ну, а сидя в офисе, я, например, вот так вот накладываю. И через 10-15 минут головная боль пропадает. Еще я пользуюсь вот таким вот маслом. Семечек абрикоса. Ну, в общем, друзья, если вы не были в этом магазине, обязательно приходите. Потому что здесь очень много разных видов мыла. И пахнут они все потрясающе. Ой, просто супер. Ну, а сейчас, я надеюсь, что до того, как мы дойдем до кафешки, у меня головная боль пройдет. И покажу, что мы кушаем практически каждый день на обед. Ну, а сейчас после прекраснейшего магазина Green Body. Кстати, на моем канале есть обзор на этот магазин. Большой обзор. В описании оставлю ссылку. Сейчас мы идем кушать, потому что очень-очень проголодались. И на самом деле, друзья, розовая вода, это не только ладголовной боль, это потрясающий тоник. Вот женщины пользуются всякими водичками для снятия макияжа. Розовая вода натуральная. Это просто потрясающий тоник. И также при ожогах она очень помогает и охлаждает. Нам принесли наш суп. Сегодня мы все кушаем суп. У меня куриный суп. У Айхана эзогелин. Айхана, моя эзогелин вот так, как я не говорю? У меня куриный супчик. Суп, как пора, черба? Цена на суп 6 литров. Куриный суп стоит 6 литров. К супу приносят воду, ну и, конечно же, хлеб. А еще салат. Все это входит в стоимость супа. Всем приятного аппетита. Ммм, вкусно. Приятного аппетита. Мы очень вкусно покушали. И после ресторана иногда Айхан пьет чай в ресторане, а иногда пьет в чайной. И сейчас он идет опять в чайную пить чай, а потом снова работать. Ну что, друзья, я взяла еще один стакан апельсинового сока. И я сейчас иду в офис работать. Айхан попить чай, тоже пойдет по делам. В общем, друзья, после обеда я опять пришла в офис. До конца рабочего дня осталось пару часов. Но наш рабочий день начинается во сколько мы хотим. Да, нам повезло. И заканчивается тоже во сколько мы захотим. Сегодня я не хочу сидеть долго, потому что вечером я хочу сходить в один магазин, посмотреть себе еще рубашечек. Очень удобно, друзья, ходить в рубашках летом. Это супер просто. Ну а сейчас буду продолжать работать, заканчивать то, что осталось. Ну и писать, естественно, список на завтра, что мне нужно сделать, и готовиться к выходным. Поэтому, друзья, кто на работе, кто отдыхает, всем хорошего дня. Ну и самое главное, позитивного и продуктивного. Поработав еще несколько часов, я иду на рынок, потому что сегодня пятница. Покупаю всякие фрукты, овощи. Ну, в общем, видео с рынком я на канале очень много, поэтому ничего особенного здесь нет. Если что будет интересное, то вам покажу. Самое интересное, на самом деле, на рынке для меня не покупать, а наблюдать за вот этими вот тетушками, которые приезжают из деревни, и дедулечками. Ну и, конечно же, за покупателями, продавцами. В общем, рынок это очень-очень интересное место, где можно не только купить всяких разных свежих вкусняшек, но и увидеть много разных интересных людей. В Турции обычно люди не препятствуют на улице тому, что вы ходите с камерой или снимаете. Это не как в Южной Америке, где считают, что если вы фотографируете себя или снимаете себя на камеру, то фотоаппарат или камера в общем, похищает вашу душу, ваша душа уходит от вас. Здесь нет. Здесь люди в основном очень любят и фотографироваться, и снимать, чтобы их снимали на камеру. В общем, никто не против. Время на часах 6.30 я вышла из офиса и иду сейчас в один магазин, где скидки, чтобы посмотреть всякие разные рубашечки. Интересно. За то время, пока я работала, помимо того, что я успела поработать, смонтировать новое видео для вас, успела еще кое-где покрасить стены в офисе. В общем, ремонт еще у нас не закончился. В общем, много чего успела. Сейчас иду смотреть новую одежду. Ну, а что же в это время происходит на улице Халаньи? Солнце в зените. Жарко. Народа не так много. Ну, в общем, солнце и жара. Ну, что, дорогие друзья, я собрала уже все свои вещи. Сейчас 8 часов вечера. Айхан на курсах. Я еще в офисе. Сейчас жду Айхана. Он уже скоро придет. И мы поедем домой. На рынке я, кстати, купила клубнику и черешню. И поедем домой ужинать и кушать клубничку. Вот так вот выглядит рынок. Торговцы уже собираются. Все товары проданы. Суббота. Завтра суббота. Скоро выходные. А вот Айхан. Ну и конечно же Айхан проголодался. И мы приехали покушать. У него вот такой вот донер огромный. Двойная порция. Дубля. Двойная порция. Айхан, ты лопнешь. А у меня вот такой вот. Бейте кебаб. Это, кстати, очень вкусная штука. Кебаб в тесте. Айхан, где с церебельными? Кебаб в тесте. Вот в таком вот. Очень-очень вкусный. На дворе 9 вечера. Уже больше, наверное, 10-й час. И наш день закончен. Мы возвращаемся домой. Но, конечно же, Айхан еще зайдет в кафешку, чтобы попить, конечно же, чаю. Вот так вот проходит наш день. Мы с вами прощаемся на сегодня. Всем всего хорошего. Пока-пока.